Друзья, всем доброе утро! Наше утро начинается. Мы просыпаемся и смотрим в окно. И у нас снова сегодня снег. Машину там занесло, да. У нас, девочки, вчера целый день снег шел. И сегодня тоже. Но вот сейчас он немножко кончился, можно сказать. Снежок навалило. Мы вчера тут горку гребли. И горка у нас, надеюсь, будет к Новому году. Снежинки летают, летают. А мы собрались завтракать. Завтракать. Матвейка сказал, кушать хочу. Я говорю, давай. У нас, значит, пожарила яичницу. Не захотел. А у меня, девочки, целая кастрюля йогурта. Я вчера сделала йогурт. Йогурт мы сделали вчера. Такой вот он йогурт. Сегодня он у меня получился погуще. Так что можно добавить вареница. Вареница, вареница. И будет вкуснотище. Так что у нас завтрак, девочки. Кто кушает, всем приятного аппетита. Иди ешь давай свое яйцо. Мама тебе жарила яйца? Яйца жарила. Да. Мы сюда добавим вишневое варенье. Вишневенькое, да? Кока кушай. Вишневое варенье мама добавит. Чтобы открыть его, это варенье-то. Открывать надо будет. В общем, вот такое, девочки, варенье. У меня густую ложку положу, перемешаю. И будет просто вкуснятина. Вчера жарила отбивные. Достала, в общем, все. Думаю, что я буду, чем я буду завтракать, что я буду кушать. Поела творог немножко. Сейчас кофеек сделаю себе. И у меня чудесный, чудесный завтрак. Чудесный, чудесный день начинается. Муж пришел на завтрак. У него яичница. Яичница. А я себе, девочки, сделала йогурт. Вот так вот, пожалуйста, легко и просто. Будешь йогурт пробовать? Попробуй, попробуй. Ты такое не ешь, да? Ему сегодня в ночь. Муженьку-то моему. Моему-то муженьку в ночь. Муженьку-то в ночь. А женушка-то дома сегодня остается. А муженек-то в ночь. Отбивной захотел? Да. Я говорю, вместо хлеба ешь. Как тебе? Хлеба, мясо есть. Конечно. Сейчас, говорит, гусей надо колоть. А я говорю, а тебе сегодня в ночь каких гусей? Гусятины хочет. Да? У меня кофеек. Я тебе не сделала кофеек-то. Ну что, потом поликлинику. Пока поликлинику, пока туда, в ССО. на время-то идет, потом управляться. Там, может, ты сейчас что-нибудь успеешь сделать. Либо друг попилить, либо еще что-нибудь. Ничего не надо делать. Ложиться, отдыхать. Тебе в ночь, так, какая работа-то? Спать надо ложиться, спать. Матвей, как? Вот бесполезно, девочки, говорить. Бесполезно. Я потом ничего не говорю, человек делает... Понял. Спать. Что? Ну, не всегда ты понимаешь. Вот так вот. Будешь йогурт пить? Будешь пробовать йогурт? Давай, скорее, вишневый. Никого он не хочет. Да не корми, не будь кушать. Он только что вон сидел и не стал кушать. Так что, порой вот так вот говоришь, говоришь человеку, бесполезно. Он идет и свои дела делает. И писали мне когда-то девочки. Просто, ну, это я так уж просто сейчас вспомнила, что вот, типа, там мужу не дала отдохнуть, туда-сюда. Какие-то, какие-то, в общем, дела он делает, а мне пишут. Ну, он взрослый человек. Что? Кружкой, видишь? Ну, что, сейчас пить буду, йогурт. Вначале кофе говорю, вначале йогурт выпью. Я творог немножко поела, вот у меня пол кружки йогурта, ты че? Потом еще кофе буду, буду я пить, не буду, я не знаю, пока я просто делаю. Может мне вчера, нет, позавчера кальций-то купил ты мне. Кальций, кальций, кальций жевать, разжевывать во время еды. Так что, буду кальций разжевывать. Так что, взрослый человек и сам знает, что ему делать. Так что, я ему не указ. Не хочет человек... Кальций открой, я сейчас уйду, ну, хватит, ну, что ты. Нет, ну, я тебе говорю про то, что ты, вот смотри, если я тебе говорю что-то, да, допустим, да? Я должен слушаться, правильно. Ты должен ложиться и спать. Ты должен сам это знать, я не должна тебе об этом говорить. Ты взрослый человек. Да, да, да. Если ты не спишь и идешь в ночь, ты не берегешь свое здоровье. Это твои проблемы. Почему я должна страдать и нервничать за это? Ну, конечно. Все, вот так вот. Так что, писать такое, девочки, тоже не стоит. Калисио! Да, мамка сейчас вон, жует кальций. Жует кальций. Все, девочки, мы завтракаем. Приятного аппетита, Кокуша. Мы уже, девочки, сходили на прививку с Матвейкой. Тут он везде. Пойдемте потихоньку. Пойдемте посуду, вот так, чтобы путь сократить. Да? На прививку от ковида. Вход с улицы, девочки. Там вот очередь. У нас там ставят прививку. Мне тоже сейчас предлагали. Я говорю, нет уж, извиняйте. Фух. успели, слава богу, съездили. На такси. Самой не собираюсь эксперименты делать на себе. Что мне? Надо это, нет? Посмотрим, большая нет очередь. Ну, стоят люди, что? Ух, ничего себе. Как они организованы? США, ну мы идем, нет? Пойдемте посуда, пойдем, ну. Так что стоят девочки. Организовано люди. Ну, не так много народу, по идее, но все равно для нашего такатайска, да ведь? Достаточно. Ну, он мне тоже предложит. Ждут очередь, ага. Пойдемте туда, или что? Ну, он тут чистит. Пойдемте, ну, там вон, что-то на базарчике продают. Я люблю на базарчик ходить. Посмотрим, что там продается. До дома решили пешочком прогуляться. прогуляться, там какие-то соленья, варенья. Ну, правда, одна женщина сидит, я обожаю прям вообще вот такие вот базарчики, рынки, базарчики, где вот такая вот всякая домашняя продается солонинка. Вкуснятина, да? У меня свое, конечно, есть, но интересно всегда. Здравствуйте. Какая вкуснятина? Охрен, наверное, у нас какую цену? 100 рублей. Баночка? Полуитровая? Смотрим. Шиповник. Да, много чего. Интересно. Да, мы пойдем сейчас. Нам еще надо зайти в соцзащиту. Идти. В общем, прогуляемся заодно. Погода хорошая. Снег у нас тут подчищали. Трактор ездил. Тут вот дворники чистят. Более-менее идти можно. Так что прогуляемся. Пришли, девочки, домой. Где у меня кружка-то? Кофе хоть попить, говорю, надо. Кофеек, кофеек. Муженек тут шоколадки набрал. Любитель шоколадок. А занесла у меня тут бульон. Бульон, девочки, гусиный. Какой жирный бульон. Пошел. Пойди. Все. Так. Собралась я попить кофе. Беги в комнату туда. Беги, садись. Ты кушать не станешь. Ничего тебе не надо. Папка купил шоколадку Матвейке и мне купил. Матвейка их тут раздербанил. Я говорю, мне не надо ничего, никакие шоколадки покупать. Все. Отругала сейчас. Побежал. Беги. Я говорю, быстрее бы. Завтра понедельник, девочки. Все, понедельник. Фу, понедельник. Вот я уже все, я уже заговорилась. Сегодня понедельник. Сегодня у нас понедельник. число, не помню, 21 или 22. Не знаю. В общем, скорее бы за квартиру рассчитаюсь, ключи получу. И займусь, девочки, ремонтом. Буду отвлекаться и поеду в квартиру жить. Вот и все. Достала бульон, хочу рассольник сварить. Рассольник. В чашке грею, в чайнике у меня шиповник заварен, а я хочу кофе. Кофеек хочу. Кофеечек. Рассольник сварю с булгуром. Что-то варить надо. У меня там отбивные есть. Я сейчас говорю, я вообще ничего не буду варить. Но дети придут, их кормить надо. Парни придут со школы. Вот. Кушать захотят. Так бы вообще ничего не стало варить. Ничего бы я не стала варить, а пошла бы, деньги сняла и набрала. Ага, набрала, девочки. А сейчас я так и подумала. Вот когда ругаешься, ничего не хочется делать, я говорю, у меня есть что покушать. У меня вон йогурт стоит. Я тут в банку положила. И да, убежал и не взял. Сказала туда унести банку йогурта. Вот. Я найду что покушать. У меня тут вон много всего в холодильнике. Ну, ничего. Какое-нибудь яблоко съем. Я вчера яблоко к вечеру съела. Ой, заходила в магнит. Заходила, девочки. Зашла. Вот вообще. Почему зашла? Шли мы, шли, в общем, по дороге. По дороге идем. Матвейка у нас всю дорогу шел пешком. И ну и что? Муж решил зайти за хлебом. Хлеба, говорит, надо купить. Хлеба купил. Что хлеба купил? Ну, тут булку мне вот достаточно. Остальное туда. Не знаю, ему или куда. там, в общем, не знаю. И взял ребенка с собой. А тут двери-то стеклянные. Я смотрю и вижу. Смотрю и вижу, девочки. Но вот мимо никак мы не можем мимо булочек вот этих вот пройти. Мимо шоколадок пройти не можем. Надо обязательно взять с ванильным кремом. И пошел на кассу. На кассу. Матвейка-то меня увидел. Получается, здесь в дверях-то двери стеклянные. Я говорю, Матвейка! Отец на кассу пошел. Я смотрю, ребенок стоит один. Но я пошла, пришлось в магазин зайти. Я говорю, ты что? Он стоит на кассе, ребенок неизвестно где. Я говорю, а ты что за ребенком-то не смотришь? Такой нормальный. Подошел к кассе, ты рассчитываешься. Ребенок ходит по магазину. Непонятно, что. Я говорю, что-то вообще, что за отношения? А я думал, ты вот смотришь на него тут в дверях-то, так вот, сказала, махнула, иди вроде как. Я говорю, а ребенка-то не надо забирать. Я на улице стою, вы стоите в магазине. Ну вообще, вот интересный человек, вот просто интересный. Прям удивляюсь. Я говорю, ты ребенка взял, так его надо за руку вводить в магазине. Ну, прям вообще удивительный отец. Каждый раз вот эти все сладости. Бесполезно говорить вообще, вот бесполезно человеку говорить что-то. И ругаемся, девочки, да, вот ругаемся из-за детей, получается. Позавчера я уже разругалась, позавчера я высказала, начала высказывать, да, я говорю, хожу, вот с утра, с утра как встала, и целый день до вечера, вот, лежи вроде видео не снимай. Я говорю, конечно, не снимай, ну, во-первых, люди ждут, во-вторых, мне денежка, как говорится, приходит. Я не должна снимать. Я говорю, была бы у тебя зарплата вот такая вот, вот такая вот зарплата, ха-ха-ха, я бы ей не снимала, может быть, полежала бы, отдохнула. Мне тут сестра говорит, возьми отпуск, не снимай YouTube. Я говорю, здравствуйте, а зарплату-то кто мне принесет? Ха-ха, мне отпускные никто не заплатит. Так что вот так, девочки, ругаемся из-за детей, да, и отношения портятся, я говорю, детям нужно говорить что-то, заниматься воспитанием, чтобы они знали, что надо делать, а что не надо. Чего ты бегаешь туда-сюда? Телефон. Угу. Дома-то есть кто-то из парней? Нет. Все в школе, ну, все в школе, вот. Так что, сейчас, в общем, попью кофе, попью я кофе, не знаю, что я хочу, у меня даже печенюшки нету, ничего нету. Не хочу я шоколадки твои, а сварю, в общем. Попью кофе, буду варить, сделаю поджарку в казане, бульон гусиный, гусиный бульон, девочки, отливала, он очень жирный, ой, он еще такой застывший, ну, застывший на улицу выносила. Все, я сварю рассольник, сварю быстренько макароны, макароны я сварю в рожки, рожечки такие вот сварим, быстро и просто. Все, я буду заниматься обедом. Макарошки, макарошки, мы наварим. Стоит у меня, девочки, бульон, я уже спустила этот бульбур, бульбур варится. Хотела делать поджарку, ничего я не буду делать, потому что бульон гусиный, я его разбавила еще, но он все равно жирный. Так что, отварю вот макароны. Супик варится у нас. Ты вроде отдыхал. Беги, отдыхай, ложись. Все. Сейчас буду салатик резать. Мама сейчас сделает салатик. Забыла, девочки, что у меня есть овощи. Овощи, овощи, помидорки и огурчики. Помидорки свои? Посыпалась помидорка, а огурчики магазинные. Так, ладно, сейчас полоснусь. Пивнула, девочки, кофе? Пивнула. Кто-то мне писал. Ну и рацион у тебя. Я утром, девочки, кофе пить не стала. Я его сделала, но не пила. Я выпила полкружки йогурта и все. А пришли, ну, подзамерзли. Я говорю, надо попить горячего кофеечка. Вот, полкружки выпила. Синяя луковица, помидорки, огурчики. Что? Надо сделать что-нибудь на скорую руку. Простой, обычный обед. Да, простой, обычный обед. Потому что я уже захотела кушать, но вот, не знаю. Вот люблю, девочки, когда... Ну, что ты... Огурчик. Господи, огурчик. Если я уже что-то придумала, я уже ничего не хочу. Я хочу именно то, что я придумала. Вот мне надо сготовить и потом покушать свежее. На, держи огурчик. Погода у нас такая солнечная. Ну, ветер вот. Мы пока шли, замерзли. Из крыши капает. Огурчик-то как пахнет. Вкусно, да? Ты ведь его есть не будешь, этот огурчик. Не будешь кушать. Да. Что-то хотела сказать. Вот включилась. Я забыла. Матвей бегает, отвлекает. Ну, вроде прилег парень спать. А не спит. Да, Матвеечка? Заглядываться. Все, мама сейчас быстренько нарежет и у нас будет вкусный салатик. Будем мы его есть, не будем, не знаю, в общем. Я вот так вот делаю, делаю что-то. Вроде как хочу. А потом сделаю и уже не хочу. Так что, ну, в принципе, с макаронами так. Сейчас так вот покромсаем, покромсаем, да? Все? Не стал кушать огурчик? Нет, ты вон не стал кушать его. Да? Надо. Вот объясняю мужу, объясняю, что ребенок должен знать, что такое нет. А у нас вот, кто-то писал, девочки, тогда вот. Матвей, у нас папка приходит, но у нас папка как мамка. Ребенок начинает капризы устраивать. Вот. На. И мамке начинает устраивать. Сказала, не поважай его, не поважай. Я понимаю, девочки, вот, кто-то писал комментарий, что типа тебя, наверное, в детстве не баловала, ну, не покупали там подарки или что-то типа такого. Покупали, девочки, мне подарки, и все, я всегда мать ждала с полными сумками. Она обычно с работы приходила, и я заглядывала в сумку, любила, и любила деньги считать, она мне позволяла. Огурчик. Вот. Ой, огурчик вот у тебя лежит, сыночка, на, ты его не кушаешь, ты балуешься. Ну. Ребенок должен знать, что такое нет. А мы вот, получается, я так говорю, муж по-другому с этими покупками. Это не каждый день. Каждый день не обязательно покупать шоколадки, полно конфет дома всего. Он так заглядывает в холодильник и просит. Ну. И знает, что ему дадут. Мать не дает. Отец придет, даст. Так. Вот так, девочки. Так, ну-ка, дай-ка сюда откусывать и выплевывать. Видишь, какой. Приготовила. Приготовила я, девочки, обед. У меня простые отварные макароны. Макароны с добавлением сливочного маслица. Отбивная вчерашняя. Салатик. Я его попробовала. Что-то мне так захотелось его покушать. Сухарики. Суп будет с сухарями. Такой вот простой, быстрый рассольник. Так что, кто кушает, всем приятного аппетита. Буду обедать. Ммм. Вкуснятина. Наготовила обед. Наготовила себе. Сяду, буду кушать. Я одна. Девочки. Ну что, у нас время два часа. Два часа дня. А завтракала я рано утром. Рано утром на рассвете я поела творога и немножко съела йогурта. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Все. Весь мой завтрак был. Две ложки творога и полкружки йогурта. Все. Несколько глотков кофе. Так, что я делаю? Надо супец-то поближе пододвинуть. С сухарями. Кальций надо не забыть. Живнуть. Ой-ой-ой. Кальций. Муженек позаботился. Купил мне позавчера. Вот, девочки, кальций 400 с чем-то рублей. Почти 500. Солнышко прямо в глаз штору задернуть надо. Вот. Так что во время еды. Не знаю, в больнице у нас не дают. Раньше давали, мне кажется, по рецепту, ну, бесплатному. По беременности ничего не дают. А я и не спрашиваю. Я говорю, куплю потом. Ну, купил. Буду, буду пить кальций. Кто-то там девчонке давал какие-то рецепты. Спасибо вам огромное. Ну, тут попроще. Тут уж раз таблетку достал во время еды разжевал ее и все. И красота. Матвейка наелся, играет. Не знаю, муженек там, в общем, ждет женщину за молоком управляться. Не жду никого. Я бывает вот так вот жду, потом придут, ой, еще мне нервы потребуют, я потом есть не хочу уже, ничего не ем, так что так и живем. В общем, так что вкуснятина. Так что всем приятного аппетита, кто кушает. Ну, а я, девочки, на этом буду прощаться с вами, буду обедать простым, обычным обедом. простятским. Дети в школе придут, наедятся. Вот. А завтра будет новый день. Что нам этот день преподнесет? Не знаю, девочки даже. Муж сегодня уйдет на работу в ночь. У нас такие тучи хмурые. Сестра, он выходил и огребалась там возле дома один. Ой, мы вчера огребались. Вчера снег и сегодня снег. Но сейчас вроде все, погода. А кто знает, что ночью будет. Так что такой у меня обед. Прогулялись, прогулялись. Но у нас не ближнее место. Мы туда уехали на такси, получается, на прививку с Матвейкой. Обратно шли пешком. Хорошо, ребенок, всю дорогу он шел пешком. И буквально я его там чуть-чуть поднесла. Отец его там поднес. Все, маленько на руках. Ну и все. Подустала, конечно. Ничего такого не делала. Ничего обед сварить. Он сам варился у меня. Туда-сюда, вот как-то так. Ну а сейчас посмотрим, чем мы будем заниматься. Потому что, по идее, это дел-то у меня хватает. Все равно, я вот хоть и говорю, там отдыхать буду, туда-сюда, вот что-то присяду, думаю, нет, нет и нет и нет. Сейчас я поем, но посуду надо будет подмыть, подмыть, убрать. И вот целый день, я не знаю, что я делаю, но вот что-то делаю, хожу-то пчусь. Хожу-то пчусь, девочки. Целый день, да. Думаешь, порой прилег бы. Ой, пока горячее надо хлебать. Прилег бы, но некогда. Так что, не знаю, посмотрим, в общем. Вам пожелаю всего доброго, всего хорошего. Пишите свои комментарии, девочки. Не пишите гадости мне, что я там мужа заела, загрызла. Это он тут мне выкрутасы, выкрутасничает. Так что, вот так вот, так и живем, в общем. ну, более-менее, слава богу, живы-здоровы. И самое главное, да? Все. Нет, это таблетка мамина, мама сейчас ее жевать будет. Так что, друзья мои, всем пока-пока и огромное вам всем спасибо. Пока-пока. Девочки, представляете? Я сейчас уже попрощалась с вами, получается, все. Ну, что звонят мне? Вот вы представляете? Ой, я не представляю, я так расстроилась. В общем, по квартире у меня. Таблетку. Не надо никакую таблетку, мама съела. Сына, иди ложись, ложись. Таблетку. Меня сейчас тетя расстроила, у которой, у которой, у которой женщины мы покупаем квартиру, в общем, вы представляете? Не знаю, расстроилась, девочки. Чего я расстроилась? Ну, вот звонит, звонит мне, получается. В общем, женщина вчера умерла, вот эта, у которой мы квартиру покупаем. Ой, это ждать полгода, когда сын в наследство вступит. Мне говорят, ну, ключи, говорит, мы отдадим, вы можете ей пользоваться, но заключается договор, и я сейчас не знаю, что делать, в общем, получается, мы договор заключим, часть, часть там, ну, сумма, в общем, вносится какая-то определенная. Ой, и мы ждем полгода, когда сын вступает в наследство, и потом уже делаются документы. Я не знаю, девочки, у кого вот было такое, вот напишите, может, кто-то сталкивался с этим. Я подумала, я говорю, ну, я сейчас отдам, допустим, да, часть денег, а сын вступит в наследство, скажет, он скажет, все, я передумал там, что-нибудь, не знаю, я начну там ремонт делать, перееду в эту квартиру. Вообще, я так расстроилась, это надо же так вот, вот видите, какая жизнь непредсказуемая. Жил-жил человек, бац, и надо же вот. ой. Так что, так что, вот такие новости, девочки. так бывает, видать, именно со мной, именно мне вот так вот, раз и все. Блин, надо же, надо же так. Ой, что-нибудь, да, что-нибудь, да, у нас приключается. Все. Я так ждала, думала, все, ну, у нас вот уже все. Пишите, девочки, пишите свои комментарии. Все. Пока-пока.